По традиции во вторник с обзором эксклюзивного четвергового выпуска у нас в гостях главный редактор газеты Владимирские ведомости Юлия Гущина. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Елена, и здравствуйте, телезритель. Итак, четверговый выпуск газеты. Четверговый выпуск газеты у нас оказывается первым выпуском декабря, зимним. 1 декабря номер выходит и уже в активной верстке подготовила три материала к анонсу. Начну с нашей ласточки, нашего проекта до и после, который на прошлой неделе я уже анонсировала. И вот уже долгожданный первый выпуск 1 декабря на страницах газеты, выходные на сайте и в соцсетях активно тоже планируется распространение всех тем этого проекта, потому что хочется максимальному количеству жителей показать, что есть у нас поводы для радости. Мы, конечно, всегда найдем, где погрустить, да, и какие-то проблемные темы, как с отсутствием дорог, отключением электричества или еще каких-то. Но здесь материал подготовила Светлана Лапцова вместе с Натальей Лариной, побывали в городе Собинка. Не так далеко он от Владимира находится, известен всем жителям области. И рассказывают о том, как появился в городе Собинка первый бассейн, ну и вообще спортивный комплекс, и бассейн для Собинского района. Это, в принципе, первый, и никогда его там не было. То есть в 21 веке? Да, в 21 веке вот такая история и ситуация. Ну, к эфиру я прислала фотографии, которые уже после, а фотографии до предлагаем посмотреть в газете у нас на сайте. На самом деле такая очень контрастная картина. На месте нынешнего спорткомплекса, такого красивого иного, были деревянные бараки, была якобы спортивная площадка, ну она называлась спортивной площадкой, но на самом деле это были там раскрашенные краской баллоны, какие-то ржавые турники, качели, и вид очень удручающий. Спасибо большое администрации Собинского района, которая нам помогла добыть эти фотографии, которые были до. Ну а фотографии после уже сделала Наталья Ларина, когда ездили на прошлой неделе девочки готовить материал. И я скажу честно, я, прочитав этот репортаж Светланы, прямо так воодушевилась. Мне, честно говоря, хотелось сразу сесть в машину и поехать в Собинкову бассейн. Огромное количество положительных эмоций, положительных мнений. Ну и, естественно, самое главное, наверное, здесь показатель – это тот охват населения, который реализуется этим спорткомплексом. И он вообще на расхват расписан полный день. И самое главное, что есть возможность заниматься не только детям, но и взрослым. То есть абсолютно любой житель Собинки и не только, как говорят, уже завседаты этого спорткомплекса из Владимира приезжают. Я вот точно поверю, потому что условия, ну, прям, не знаю, самые современные и совершенно по доступной цене. До 16 лет все дети занимаются бесплатно абсолютно и в секциях. Даже если вы не в секции, то бассейн, тренажерный зал, сауна – это все для детей до 16 лет абсолютно бесплатно. Плюс для детей действуют секции футбольные. Около 200 детей, кстати, занимаются в футбольных секциях. То есть, представляете, в каком напряженном режиме работает сам спорткомплекс. Около 350-400 человек приходят в день. И вообще в секциях в этом спорткомплексе охвачено больше 800 детей. И сразу же, ну, не так давно функционирует комплекс. И в связи с тем, что, да, появились занятия, появились тренеры, которых Александр Сергеевич Разов пригласил из Владимира. И даже муниципальная служебная квартира предоставил для того, чтобы люди могли работать и жить здесь же, заниматься с детьми. И уже есть первые победы спортивные. И в теннисе, теннисная секция, и кружок, секция по плаванию у команды плавательной тоже уже есть свои победы. И в таком количестве положительных эмоций, естественно, самое главное мнение, это, наверное, детское, когда вот они с радостью, удовольствием идут заниматься и есть чем занять досуг. А когда ребенок занимается в секции, да, там мама, бабушка, папа, дедушка, который ждет, тоже может посетить спорткомплексы, и в бассейн сходить, и тренажерный зал, и все, что уже я выше перечисляла, совершенно, ну, мне кажется, по нашим временам смешной какой-то цене, это 100 рублей за 2 часа. То есть пока ребенок занимается, вы тоже можете заняться, собственно, здоровьем, а не сидеть дома на диване за просмотром телевизора, не скучать, да, вести здоровый образ жизни. И один еще тоже из таких приятных показателей, ну, вообще и жители отмечают, и власти района отмечают, что достаточно низкая заинтересованность пенсионеров в плане занятий спортом и вот таким, да, активным образом жизни. А сейчас с появлением вот этого спорткомплекса и пенсионеры стали посещать, ну, потому что, да, цена позволяет, и почему бы нет. Цена и условия, я думаю, тоже немаловажны. Условия суперсовременные, ну, я думаю, по фотографиям видно, да, и футбольный зал, насколько профессиональный, на 6 дорожек огромный просто бассейн, и душевые, туалеты, и даже небольшое кафе присутствует в этом спорткомплексе. Ну, естественно, основное бремя расходов ложится на бюджет, потому что, да, такую махину нужно содержать. Это и коммунальные платежи, и зарплата сотрудников. Но я думаю, что здесь область и район точно не прогадали в таких финансовых тратах. Точно будет результат, когда вот столько эмоций и у тренеров, и у родителей, и у обычных жителей города Собинки. Ну, и еще подтверждается, да, все это великолепие, потому что аж из Владимира у нас Собинка не так далеко, в принципе. Сесть в машину, доехать до Собинки, вечером позаниматься там спортом. Я думаю, что может любой, и мы надеемся, что все остальные наши материалы этого проекта будут такими же позитивными и радостными, что у нас это есть, что это реально происходит. Ну да, мы узнаем, что и в районах есть жизнь, и жизнь... Порой активнее, чем у нас во Владимире. Перейдем к следующей теме, тоже она такая очень позитивная. У нас сегодня вот все такие беспроблемные темы подготовила к анонсу. Это 60-летний юбилей 15-й школы города Владимира. Ну, не могли мы, конечно, пройти стороной столь существенную дату, и целый разворот цветной посвятили вообще истории школы, как это все зарождалось ее педагогическому коллективу, и, конечно же, чем живет школа сейчас. Коллектив великолепный, директора не так давно назначена, там около года Анастасия Александровна возглавляет 15-ю школу, и она к нам приходила в редакцию на прямой эфир, по результатам которого мы тоже подготовили интервью, и оно в развороте газетном есть, где Анастасия Александровна делится уже совершенными успехами, причем они есть и в учебе, и в творчестве, и в спортивных достижениях. И, кстати, сказать, что вот, по-моему, если мне память не изменяет, конечно, не могу ошибаться, но вот президентские игры у нас проходят, да, спортивные, это все российские игры, которые происходят в Орленке. И именно команды 15-й школы во всей области выиграли путевку, то, чтобы представлять область на этих соревнованиях. Я думаю, что это такая большая победа учителей физкультуры, когда можно представить целую команду на всю страну, и очень достойно себя показали. Ну и, конечно же, рассказала о своих планах, как планируется все дальше, быстрее и выше, да, дальше развиваться, и достигать новых высот. Ну, а подробности в нашем большом развороте, посвященном такой одной из старейших школ нашего города. Я думаю, что в городе Владимире точно огромное количество людей знают, что такое пятнашка. И когда слышу слово пятнашка, ассоциируют именно с 15-й школой, у которой есть свой гимн, и выпускники, и родители знают этот гимн, и активно его исполняют на всех мероприятиях школьных. Такой огромный сплоченный коллектив с отлично выстроенной воспитательной работой, традициями, ярмарками, и вот всем тем великолепием школьной жизни, которой только можно быть, это вот пятнадцатая школа, и о ней наш поздравительный разворот. Я перейду к следующей теме. Это такой уникальный для нашего города проект. Называется «Я женщина, я захотела и смогла». Это такой женский клуб, если можно так сказать, незарегистрированная организация, объединение неравнодушных женщин, которые хотят заниматься не только работой и семьей, но и общением друг с другом, какой-то благотворительной деятельностью, активным отдыхом. Создатель этого клуба Анна Липунова и с ней подготовила материал наш Диан Мерсисян. И Анна рассказала вообще, откуда появилась идея создания этого клуба. Клубу уже шесть лет, и активно он действует, и различные благотворительные вечера проводит, и очень интересные на самом деле женщины участвуют в этом клубе. Девушки, с которыми, в принципе, если на каждую из них посмотреть более пристально, можно подготовить интервью не только с руководителем, но и с каждой из них, потому что каждая, в принципе, уникальна. И говорят о том, что клуб для них – это не просто какое-то статичное образование, мы некоммерческая организация, нам нужно что-то делать. Конечно же, свое планирование присутствует на какие-то мероприятия, создается оно совместно, и уже даже вплоть до того, что какие-то совместные мероприятия активного отдыха не только между собой поездки происходят, но и совместно с членами семьи, с мужьями, с детьми. И девчонки говорят, что это такое место, где есть возможность интеллектуальных бесед, интеллектуальных разговоров и создания чего-то нового, общего, что пойдет на благо города Владимира и Владимирской области. Я думаю, что мы неоднократно встретимся с ними еще, тем более наш проект, который мы продолжаем питомцы, и сейчас рассказываем о родителях зверей, которые пристроены тоже. Юлия Вуйницкая, руководитель этого проекта, она тоже в этом клубе. Обо всем этом уже в четверг в газете «Владимирские ведомости». Да, и выходные на нашем сайте. Спасибо большое. Главный редактор газеты «Владимирские ведомости» Юлия Гущина сегодня у нас в гостях. Юлия, спасибо вам. Спасибо, Елена. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok